Главное событие дня сегодня. Президент Александр Лукашенко обратился с посланием к Белорусскому народу и Национальному собранию. Как заявил глава государства, до конца года в стране будут приняты важные решения в экономической политике, которые позволят обеспечить новые факторы роста. Александр Лукашенко отметил, что причины возникшей сложной ситуации в экономике очевидны. Это санкции против главного партнера Беларуси, падение цен на нефть, девальвация российского рубля и сужение российского рынка. Все это привело к резкому падению сбыта продукции на рынках наших ключевых партнеров России, Украины, Казахстана и всем постсоветском пространстве в целом. Нет продаж, нет выручки у предприятий. В результате меньше валюты, налогов, денег в бюджете. Отсюда невозможность повышать зарплату, сокращается занятость людей. Эти внешние факторы нам не подвластны. Мы живем в глобальном мире и у нас открытая экономика, от которой отгородиться невозможно. Проблемы соседей немедленно становятся нашими собственными. И это объективная сторона кризисных явлений. Время, технический прогресс не стоят на месте. За последние 20 лет мировая экономика радикально изменилась. На смену индустриальной экономики идет экономика знаний и услуг. Она уже стала основой наиболее развитых государствах мира, таких как США, страны Европейского Союза, Япония, Израиль, азиатские тигры. Курс на ее строительство взял и Китай, по праву имеющий статус фабрики мира. Перед нами стоит ровно такая же задача. И, видимо, надо признать, что мы запаздываем с ее решением. Есть еще одна причина наших проблем. Качество и производительность труда. Они не всегда конкурентны. Естественно, это лишь контурное, схематичное обозначение причин нынешней ситуации. Но оно крайне необходимо, так как ясное понимание истоков проблем позволяет быстрее найти пути их решения. Говоря о проблемах в экономике, глава государства затронул и тему необоснованного роста цен. Как отметил президент, сегодня практически все цены находятся под контролем государства. Их повышение, как это было в конце прошлого года, недопустимо. Кроме того, Александр Лукашенко заявил, что для того, чтобы избежать подобных негативных моментов в дальнейшем, государство должно развивать добросовестную конкуренцию. Мы же сами постоянно взвинчиваем эти цены, имея в виду, что и по ЖКХ народ недоплачивает, и объелся народ очень низкие цены на продукты питания, и энергетика у нас бедная страдает. Надо поднять нефтепереработки, другим энергетическим предприятиям надо поднять доходы. Они, видите ли, модернизируются, бедняги, зарплата у нас низкая, и пошло-поехало. Этого больше быть не должно. У нас цены все практически под контролем. Все. Вы увидели конец года и начало этого года. Если нам надо было взорвавшихся сдержать, мы не создавали никаких структур, мы не пылили в средствах массовой информации, мы тихо и спокойно, это сделала власть, вся вертикаль власти взяла под контроль эти цены. Когда мы увидели, что нельзя излишне пережимать и придерживать цены, я так понимаю, по каким-то позициям мы отпустили. По каким-то позициям, допустим, по свинине, как меня сегодня информируют, и держать цены не надо. Они упали настолько, что уже те, кто свиней выращивает, начали стонать и вычтут, что цены низкие, они чуть ли не закрывать будут предприятия. Я им сказал, попробуйте. Поэтому цены зависят от нас. И нам надо раз и навсегда принять решение. Коль мы не можем сегодня повысить зарплату, и не надо ее повышать, у нас ее никто не просит повысить, вы не забирайте другой рукой из кармана народа деньги. То есть не повышайте цены на ЖКХ, там, где можем контролировать, на энергетика, там, тепло, свет и так далее. Народу нам будет тогда меньше зарплату платить. Элементарный подход. И этот подход должен быть соблюден в этом году как минимум, чтобы мы увидели, на что мы выйдем 1 января будущего года. Во время своего обращения Александр Лукашенко затронул множество актуальных тем. Это привлечение частных инвестиций в сельское хозяйство, господдержка строительства жилья, проблемы социального иждивенчества, наркомании и коррупции, особенно в госорганах. В слову, численность госаппарата в Беларуси президент считает избыточной. Глава государства предложил сократить его количество еще на 10%. У нас самый, наверное, малый на постсоветском, да и в мире государственный аппарат. Я с этим могу согласиться. Но он для нас избыточен. При нашей дисциплине, ответственности, можно за что-то критиковать, но тем не менее он избыточный. Определитесь, сколько у нас оптимально должно быть госслужащих. И еще на 10% сократитесь. И мы достойную зарплату оставшимся дадим и статус государственного служащего. От этого статуса надо государственного служащего машину очистить от лишних людей. Это как военные должны государственные служащие, соответствующая зарплата, соответствующие функции и полномочия. Чтобы создать базу для устойчивого социально-экономического развития страны в предстоящем пятилетии, процесс обновления госаппарата и укрепления руководящего состава предприятий должен носить системный характер. Надо помнить, что человеческий капитал – это важнейшая ценность в 21 веке. Ключевое выражение. Кадры решают все и сегодня не утрачивают своей актуальности. И не утратят никогда. Одной из важнейших задач является укрепление кадрового состава государственного аппарата. Госслужбе необходимо привлекать лучших профессионалов. Там должны работать те, кто получил современное образование, знает, понимает глобальный мир, обладает опытом работы на зарубежных рынках. Сегодня за профессионалов идет борьба. Их переманивают, перекупают. И если мы не создадим достойные условия для работы управленцев, то лучшие к нам просто не придут. Терять профессионалов мы больше не можем, иначе проиграем в конкурентной борьбе с зарубежным страном. Обратившись с посланием к народу и парламенту, президент по традиции ответил на вопросы депутатов. Их оказалось немало, и касались они самых разных сфер. От внешней политики и экономики до проблем села и развития культуры. Продолжение следует...